Халатность при выполнении строительных работ на побережье Аркадии и отсутствие какого-либо контроля со стороны городских властей может в скором времени привести к непоправимым и катастрофическим последствиям. Общественники неоднократно фиксировали различного рода нарушения, но в мэрии на все закрывают глаза. Одесский общественник и эколог Руслан Балдежар организовал для нашей съемочной группы своеобразную экскурсию по побережью современной Аркадии. Увиденное нами просто повергло в шок. Бетонные берегоукрепительные сооружения просели и дали трещину. Стриения, которые возведены над ними, медленно сползают в сторону моря. Все это строилось не только ненадолго, но и вообще беззалаберно, халатно. Что здесь будет, я думаю, понятно. Это все будет продолжать проседать и, конечно же, это будет не лучший вид. Конечно, это должен быть ровный, так скажем, монолитный берегоукрепительный фрагмент. Конечно, он сам по себе нелепо стоит, то, что он стоит в этой части пляжа. Но как бы там ни было, мало того, что он некачественно расположен, так он еще и некачественно сам по себе построен. Известный одесситам бетонный пляж на плитах напоминает зону боевых действий. Все перерыто, разломано, перекопано. Вдобавок на берег выведена не одна сливная труба. Странный коричневый и желтый след на стене – яркие примеры доказательства того, что вода не совсем чистая. Да и вода лето. И все это теперь явно будет сливаться в море. После того, как здесь были проведены, непонятно вообще на основании какого разрешения или кто дал это разрешение, были проведены, несложно назвать это, строительные работы экскаватором, была разрушена вся эта часть плит. И после проведенных этих работ, как видите, здесь все, что осталось, это вот разрушенная часть пляжа и появившаяся вот эта непонятная труба, судя по всему, сливная, так скажем, труба, то ли ливневых вод, так точнее, то ли, как скорее всего, канализация. Дорога вдоль пляжа медленно проседает. Это связано с тем, что почва под ней подмывается водой. Строители постоянно пытаются засыпать провал, но все это безрезультатно. Засыпают щебнем, засыпают чем угодно, в том числе это и строительный мусор, естественно, это и химия, которая далеко не безопасна для здоровья, тем более для отдыхающих, для здоровья отдыхающих. И, по сути дела, здесь происходит одно и то же. Засыпается, вот, как я и сказал, хлам этот, грунт, строительный мусор, он опять проседает, потому что вымывается снизу морской водой, и его опять засыпают. Возле самой воды ситуация куда хуже. Непонятно, каким раствором или чем строители пытались залить площадку, но она сразу дала огромные трещины. Все сыпется и крошится, и это спустя считанные месяцы после так называемой реконструкции. И все это также смывается в море. На побережье наблюдается несколько мусорных свалок и полное отсутствие каких-либо урн. Мы видим, уже подлетала кругом часть вот этой штукатурки, или я не знаю, как это назвать. Кругом трещины уже появились на вот этом, не знаю, как-то бетонном покрытии, которое наверняка точно так же, являясь свежим, как говорят, выделяет негативные испарения, вредные для здоровья. В глаза сразу бросается довольно большая по диаметру труба белого цвета, протяжимость которой около 50 метров вдоль так называемой береговой стены. Труба выкрашена в белый цвет, видимо, для дизайна, а на стыках она становится снова желтого цвета, в который по обыкновению окрашивают именно газовые трубы. Непонятную трубу, которая является газовой, но она почему-то стала белой. И вообще, как так случилось или каким образом так произошло, что именно здесь, в данном месте, в людном месте установили вот эту основную газовую трубу. Мне кажется, все-таки это неправильно. Довольно неприветливый охранник поинтересовался, почему мы снимаем трубу еще и на частной территории. А чья это частная территория? Знаю я, чья это. Я вас спрашиваю, что вы ищете? Я журналист. В ходе популярной беседы выяснилось, что территория все-таки не частная, а охранник смотрит лишь за стройкой. С каких пор это частная территория стала? Тут не написано, что это частная территория. Тут написано просто посторонним, вход запрещен. А земля муниципальная, у нас побережье не может быть частным. Я знаю. Поэтому вот просто такой вопрос, с каких пор это стало частной территорией? Это не частная территория. Так, а что вы тогда здесь охраняете? Я охраняю стройку. Вы охраняете стройку? Правильно. То есть здесь я могу ходить? Это не по стройке по-вашему, правильно? Брак в строительных работах обязательно скажется в ближайшем будущем. Как на будущих жителях элитных домов, так и на простых одесситах. Причем произвол и безобразие происходят не только в этой части Аркадии. К примеру, обязательно стоит обратить внимание на чудные горки и карусели, которые успешно поставлены на главной аллее Аркадии. На этих горках катаются дети. И соблюдение всех норм по безопасности должны контролироваться в первую очередь. Дико становится от того, что многие элементы держатся на каких-то деревянных брусках, под которые для устойчивости подложены куски фанерки. Вся эта хлипкая конструкция не вызывает никакого доверия. Не наблюдается ни одного основательного крепления, ни болтов, крепящихся в металлические основания. Просто куча железа на деревяшках возле склона, где сбоку на земле за ширмой проведен кабель питания. А чтобы горка не играла и не перекашивалась, постоянно подкладывают различные предметы. Дощечки, брусочки, камешки. Не исключено, что это такое ноу-хау. Но не приведет ли оно к непоправимым последствиям? Такое же ноу-хау можно наблюдать и выше на склоне. Видимо, при нынешнем городском управлении Геннадий Ленинович ввел экспериментальные изменения в нормы строительства. Иначе как можно объяснить наличие кабеля электропитания, лежащего на земле на склоне? Пожалуйста, лежат силовые кабели. Без какого-либо закрепления, без какого-либо надлежащего содержания. Это не нужно. Можно просто вот так бросить. И не удивлюсь, если это правда, как говорят, что таким образом просто одни из внизу расположенных аттракционы или ночные клубы просто воруют электричество у жилых комплексов, которые находятся сверху. Далее по склону несколько благоустроенных ночлежек для бездомных, которые облюбовали Аркадию. Вот так вот и выглядит благоустройство Патрухановски в самой знаменитой курортной части Одессы. Да, чуть не забыл упомянуть. Практически нет ни одного дерева и куча плитки. Денис Шацила, Сергей Коняхин, Телеканал Круг.